так это видите включи ко мне этот свет меня плохо видать доброе утро готовности готовимся в храм пойти сейчас и так вчера вечером ты что-то заходила не достучалась а вас не было где-то долго храме были храме служба была отец таким приехал тут богослужение то когда он приезжает два раза длиннее у нас в лагере дети как только в храм идти а батюшка будет долго стоять а кому понятно было дети то чего они веселились сидели ну ладно так скоро мы расстанемся с вами еще один день понедельник а понедельник значит последнее утром выезжаем еще у нас документов нету но вчера поступило сообщение что ни один год не было такого наплыва туристов и паломников великобританию и там горит захлебнулись они и поэтому у людей отпуск пропадает там они не могут дать они бы по-быстрому сделали она видимо копаются смотрят ну и наши там в общем то на что никто не выделял на нас красный флажок то не поставили самое неприятное будет если мы туда выйдем они в это время выше суда теперь нам нужно заблокировать которые в москве люди с теми разговаривать никто не хочет вся надежда на то что мы во вторник будем в визовом центре великобритании здесь и они помогут если надо об этом помолиться чтобы они дали сигнал не выпускать не выпускать оттуда пока мы не приедем а приедем там мы уже разберемся там я рядом буду там я даже если не откроет ну хотя шенген вернут паспорта то у нас же там виза открыта но они не знают про это как бы видели они бы что-то делали а может быть привыкли уже на этом деле им просто это не надо поэтому они не торопятся я могу также точно думает у меня доказательств нету может действительно захлебнулись но если бы вот говори надо вниз и стоишь таможене проедешь вот мы выезжали из азербайджана 9 часов только и заезжали 6 часов стояли вот считай 15 часов простояли на одной таможне и главное проезжать один день 2500 заплатить за дороги ты скажи страховка мне сидят на этом пузатые деньги гребут ну не езди они делают так ну них там и нет таких туристов а другие наоборот вот в польшу заезжали прям проходной двор и не собаку не посмотрели ничего до того запомнил готов там по дороге там страшно какие дороги мы приехали дороги отличные в польше нам в польше сильно понравилось это для людей а где-то ну правда не понравилось то что они везде деньги берут и пройдешь там 200 километров опять почему не строят дороги нужны деньги тоже объяснимо ну дороги хорошие только что-то по краям какая-то там как тут какая сырость так слушай это все ночи у нас ничего хорошего просто хорошая обходишь стороной ты еще никак не можешь понять что это все мимо ты все время страдаешь и мучаешься мучаешься чем что а я вот такая вчера была статус свой поменялся и ты никак не можешь в это войти доверься для бога он погиб в автокатастрофе его нету и ты сказал лучше бы погиб нет это не лучше надо согласить я не хочу он погиб не хочу чтоб с ним там что-то случилось просто вот вчера приехал с утра это ночью не спит по окнам бегает выглядывает у меня душа разрывается я не могу ну вчера приехал все там встречались обнимались я вижу что он тоже не своей тарелки вот его что-то гонит из дома плохо ему здесь это не долго побыл это может приворот сделанный приворот то есть он молитва не огражден не молится и она там делает что-то у него там бывают волосы выстрежит колдунья пошла и он себя не знает я вам говорил у нас ей 50 лет а ему 21 год на работе до меня рассказы он выйдет и и смотрит ту сторону где она ему это счет дурак совсем да посмотри сколько девчата а ничего не может сделать как увижу ее готов купить ее заразу а уйду без нее жить не могу а я 50 лет вот что можно место не находит месяца он бы пришел сказал дорогая мать давай помолимся что-то у меня на душе так нехорошо не понимает этого а вы примите как данность вы не как это вы мне как в этот статус вы сделаете посторонние для него со стороны смотрите занимайся своими делами его нету нету согласиться с этим я согласился ехать паспортов нету теперь только одно господи покажи что ты хочешь сказать что бог хочет сказать может какие-то дополнительные встречи должны быть кому-то я буду обращаться трудно мне с этим согласиться но я должен просто я должен тоже как-то я не знаю разговор сам начал про то что я вот не могу мне плохо что для тебя лучше правую руку отдать или левую я не могу без нее и без тебя не могу я не могу ее бросить кого не может бросить это зараза смерть кого-то для него это она тебе не принадлежит это смерть те чужая жена тесный колодец вот и в него застрял пузом там торчишь скажи и отойди дальше молись а вы переживаете там плачете это из-за того что вы не войдете в свой статус бог вам статус поменял уже а вы все еще цепляетесь за старая ты уже не то отношение не те войди в это что тебе допущено ты не слышишь меня наташа я говорю ты не слышишь ты это время сейчас вот утром даже ребенок пока спит потушить свет встань в уголок помолись помолись перед богом мысли будут метаться к нему наконец в них не слова молитвы возьми псалтырь и читай вспомни обедах какие сейчас в луганске сколько расстрелянных сколько в ну кого-то режут пытают вот библию кто листает они берут руку ему там судане и на мелкую лапшу вот так вот режут у туда за спать не заросла у него такая рука не зарастает и ничего нельзя за то что библию листал дамы то в каком положении то сидишь дома свое кресло такое богатое но не моё ты должна быть весело еще рассказал апостол павел верт радуйтесь в господи у тебя радости в господи нету ты просто сидишь в этом горшке у тебя туда посадил состояние то может хуже его почему потому что он где-то может быть отдушину это у тебя души на это нету а у тебя не отдушина должно быть распахнутое окно ты пришла господу ты временно ты могла не родиться ну пройди маленько пола по другому с другой стороны посмотри со стороны вечности мы умрем нужно это все или не было какие-то переживания он тебя не трогать не приходит не бьет не лупит довольствуется этим пока физически не лупит а вот в качестве эмоционального вчера позвонила что-то по работе надо было я уже не на работе я в павловске зачем мне это говорить я это и без тебя знаю опять же тебя знаешь чему избить ты я в павловске тебе какая разница то его нет он умер для тебя ты никак не можешь выйти из этого статуса прежнего любимой жены ты брошенка и ты зайди с этим скажи я хвалюсь богом господь меня сохранил он ушел по-хорошему брошен а разводиться то не собирается я не собираюсь ни жениться тебе разницы нет разводиться у тебя одно переживание не хочет разводиться тебе другое ты забудь про это его нету ты никак не можешь выйти из этого и тебя голос и все говори что ты страдающий зачем это нужно при том ты не понимаешь ты съедаешь себя ты старишься ты совсем не нужна ему будешь карга такая засаленная приободрись у мое лицо написано объяви пост и молитву возьми порт дня три не пей не ешь и себя это вся дурь склынет твое положение хуже чем у него хуже ты никак не можешь это понять а ты должна быть несравненно выше на другой ступени он умер его нет отрезанный кусок что он бы тебя не сказал звонит посторонний человек и ты виду не падай ответ спокойно за стоинством тебе господь допустил старая прогорела он тебе так и нужен что ли заслешь и без него а вот люди думают что скажут соседи он ее бросил позвонил соседи не знают что он звонил а зачем он это позвонил он хочет а затем что проверяет тебя господь уязвить тебя теперь он знает сатана то сатана делает то что будешь а как бы ты сказала благодарю господа ничего ему не ответила перекрестилась господи они хотят меня вы извить вот когда человек гневается а ты ему тем же самым хочешь ответ ты хочешь чтобы так превратиться в собаку стать на на четвереньке сатана этого и хотел а ты спокойно посмотри ты стой на берегу спокойствие это у меня витя приехал наталья выйди из этого состояния иначе сатана тебя задушит просто он подведет тебя к петле я тебе рассказываю конкретно отойди в сторону чтобы он не говорил все принес радость с благодарением притом ты не положение вот сейчас из тона студишь сидишь переживаешь сна нету он-то этого не знает а если он знает скажет вот она как привязалась да со всей стороны посмотри ты тебе без него то лучше лучше тебе даже не копейки оттуда не будет самостоятельная женщина ты проживешь с голоду не умрешь в огороде что-то россия я работаю на него не заботе на завтрашнем дне на каждый день хватит заботы написание говорит христос сказал я знаю что понимаешь это я тебя вытащить не могу это христос делают ты сидишь глубокой яме отчаяния это смертный грех вот что сказал я на него работы то есть он тебе наворачивает и наворачивается тона тебе не выбросьте из этого и скажем не будет только хуже выход один ухватить зарезу христа и держись сейчас потушить свет или уже светло и начинай молиться молиться даже в храм не поедешь помолиться будет возможность размере бетишек съезде хотя машина есть нет она сломанная у него многое себе на нашим сиди дома ни с кем не разговаривай считай библию ты совсем не знаешь у тебя время он тебя освободил это господь дает тебе такой шанс твоя планета называется этот выбор который уже не ты делаешь а заползла то сама ты туда вот он ты приняла это с радостью он меня бросил мне так хорошо я теперь одна никто мне не докущает все при мне дети у нас есть но ты хотела чтобы я еще ребенок родился еще забеременеть несколько лет а он больше ничего тебе не нужен ты посмотри на него со стороны то и скажи счетом на уцепилась за него за пузатого деньги она в деньгах не нуждается сатана слепил и она ничем не лучше если потушить свет он не разберется вас кто ты на ощупь он не поймет одинаково все у вас я стал говорить одна он готовишь если грешить то сарисой а ты сидишь золоченными краями что ли все то же самое одна гниль и гной отойди от этой мысли научись благодарить бога чтобы он не позвонил чтобы ты не услышала ты каждый день начинать благодарение благодарить за то что ты он не тебя его нет рядом благодарить за это господи я благодарю а что он говорит это сатана через него не он дьявол чтобы тебя уязвить а он сказал а ты начинаешь обмазговать а ты как будто не слушала говори только то что по делу по работе он сказал там маташа нужно срочно составить вот это делай а что сказал я доехал то другое ну и хорошо что доехал господи слава тебе что ты еще не погубила этого дурака слава тебе господи ты научись во всем видеть промыслительную божью милость он на тебе с бог заботится он любит тебя ты любви божьей совсем забыла тебе кажется ну от кого по-другому так вот текло и текло был приехал дома один и то другое ты его скукой заморила он ушел на себя вину возьми ты не интересная стала ему потому что ну конечно я виновата кто еще виноват вот так у тебя вид скучный у тебя нет веселости ты просто вся плывешь и ты уже с этим смирилась и может у тебя есть даже кто тебя сочувствует такие люди как правило когда сатана мучает у него есть кто поддержит а ты пойми кто тебя поддержит ой бедная наташа за счет и подвес такой бросил такую жену это тебе говорят не друзья а который скажет ну и правильно сделал бросил бросил эту лохматую нужна она лохудра своем салопе неряха такая там у нее не мытая не стирано а ты не такая это он уязвить хочет уязвить а ты поблагодари бога если это несправедливо перед богом награда тебе вечности будет ты шлифуешь свой характер оставь по нем о своем теле о своих членах и выше и ниже пояса он сам распорядиться без тебя ты о своем позаботься пишу на ты заведи себе сатана чего ясно куда он клонит а ты сделайся такой же с мужчинами вообще это время не разговаривали с кем единственно с кем может говорить со мной потому что я тебе показа единственно верный путь не два пути и 3 только один единственный путь это благодарение богу и всегда радуйся умой лицо свое сегодня чтобы вот этой кислоты твоей то не было ты своим видом прямо человека квасишь в тебе нет этой духовной энергии которая человеку покажет что это может меня вывести кого вывести когда ты сама там булькаешь сидишь он тебя поверг измени все полностью отношения у вас новый завет толкования считай тебя бог призывает а ты привыкла теплоохладность пришла храме отстояла ушла и опять поплыла ты живешь ты не для бога а до своей нюне наташенька услышь меня что тебе говорю во имя иисуса христа дело в том что ты ничем себе не помогаешь и с тобой скучно и мне не скучно потому что я в тебе вижу человека который может стать это от бога бог допустил он бы мог еще сделать хуже но знаешь что ты не перенесешь а 1 коринфянам 10-13 запиши 1 коринфянам 1 коринфянам 10-13 1 к 10 двоеточек заучить наизусть следующий раз прошу он непосильного не даст у тебя каждая борщина выражение глаз положение головы все говорит о том что ты печальная у тебя сбил сатана распрямись ты ни в чем не виновата виновата в чем попросил у него прощения скажи может моим поведением я тебя сбила и так получилось что-то на стороне ищешь прости меня же не если мы не смейся над этим подойди ты не возвышай себя я там я там не сделала здесь не такая была прости меня же не проси я тебя не удерживаю не зову ты сам собой распорядишься но чтобы твои я перед тобой стояла такая что я смиренная я хочу быть другой меня господь избавлять не бойся боги ему говорить да ты чего пошла куда там он против меня может подняться он знает откуда тебе подпитка идет он тебя такой какой ты ешь это есть как раз такая и есть а то показывает сможет кого сравнивает он туда приедет веселая обнимает уста чужой жены истощает мед а ты придешь ты вот там про кишем кожу не что ему зачем такая нужно а ты измени все даже виду не давай еще раз говорю отряхнись ты меня не слышишь слышу я ну как как взять себя в руки я не знаю я правда где-то растворилась потерялась потому что сатана тебе сбил как бы ты была с богом даже не заметила бы его ушел ушел да какая тебя разница не ты ушла он я благодарю тебя господи перенесу это а ты никак ты рассужаешь как абсолютно мирской неверующий человек у тебя веры то никакой нету ты только так знаешь умом маленько но есть можно перекрестить и ты в бога войди это бог меня послал это от бога не от рихца этого по-другому тебя не исправить тут которая записала стих написано при искушении даст облегчение чтобы вы могли перенести это все переносимое непереносимого тяжелого креста бог не даст он тяжелый но переносимый это крест твой она тянет на себя и вот и пусть теперь эту тумбу на себя мозолит а ты скажу я благодарю бога меня бог спас он меня любит господь и дал так он ушел на я хоть маленько отдохнуть него ты вот так начни радоваться и каждый день он там прибывает и ты бога благодари я хочу видеть тебя христианкой настоящий такое назвать тебе сейчас не могу у тебя посмешищем являешься для демонов и тебе любой скажет а где твоя вера то бог допустил от искусилась смотри на себя в зеркало и еще со мной стало то и улыбнись написано помашь голову маслом и в мой лицо твое его лицо твое чтобы дети никогда не видели ни одного плохого слова ни с кем не разговаривал о нем не надо вы моего мужа не знаете я знаю его другим а это все пройдет и те которые тебя подружки там поддерживают они обязательно есть где-то или по звонку или где я скажу больше чтобы о моем жене ни слова не говорили он хороший у нас были хорошие минуты у нас есть дети а это временное помращение ума бог силен просветить его я молюсь за него чтобы он не погиб в этом состоянии прошу больше об этом мне никогда не говорить о моем уже что плохо слова не говорили он мой муж и таким останется до страшного суда а прелюбодейка а я его законная жена все вот я тебе даю наказ всяких церковь иду наташа отпускаешь меня спасибо да конечно так что то есть еще есть такое что тебе нужно срочно разрешить ничего нету ты по мелочи мучаешься сатане сатане не интересно с тобой тебя не надо сбивать не искушать ты просто плывешь куда хочешь одну сказал а вот зачем он мне позвонил ты начинаешь исследовать его слова ой ой да зачем же тебе это нужно доехал ты из этих слов возьми выжми доброе он доехал авария не случилось благодарю тебя господи сохрани его попроси к нему любви послушания ты за себя отвечаешь ты не думай тебя любят или нет а думай ты любишь или нет это не только виктор гюго говорил это во всех святых писаниях говорит об этом ну что до свидания что